Привет, друзья! Сегодня мы снимаем очень интересное тема. Это значит, 10 слов, которые вы поняли правильно или происходили. Добрый день! Сегодня с вами поговорим о таких словах, которые на русский язык переводятся одинаково, и в словаре вы найдёте один и тот же перевод. Но также, как и во всех языках, в немецком языке нет двух одинаковых слов. И первое слово, которое мы с вами сегодня возьмём, это «чистый». В немецком языке их три таких слова. Все три слова переводятся как «чистый», но они все разные. Это что-то чистое, не грязное. Например, чистый стол, чистая дорога или ещё что-то. Нет грязи. Тогда мы говорим «зауба». «Райн» вы употребляете в том случае, если у чего-то нет примесей. Например, «Райне скольд» – «чистое золото», «Райне свассо» – «чистая вода» или «Райне аушпрахе» – «чистое произношение». Иногда вы можете увидеть «Райне вэше» – «чистое бельё». Также можно сказать «Заубэра вэше» или «Райне вэше». Но «Заубэра вэше» – это значит, что оно постиранное, то есть оно не грязное. А «Райне вэше» – это значит, что оно очень свежее и оно пахнет свежестью. То есть «Зауба» и «Рань» – это не одно и то же. Прилагательное «Клар» означает «чистый и прозрачный». Например, «Кларес вассо» – «она прозрачная». В прошлом примере у нас была «Райне свассо» – «чистая вода». Но это значит, что она без других примесей, без металлов, без ещё чего-нибудь. А вот «Кларес вассо» – мы не знаем, из чего состоит эта вода, но она прозрачная. И тогда мы говорим «Кларес вассо». Иногда мы можем сказать «Кларе антворд» – то есть понятный ответ, полностью прозрачный и никаких у меня вопросов не возникло. Ещё можно сказать «Кларе ворте» – понятные слова. Следующее слово «Das Wort». Вы спросите «Стоп, так это же одно слово?» Правильно, но у этого слова два множественных числа. «Ти вёрта» и «ти ворте». «Ти вёрта» мы употребляем тогда, когда слова в нашем контексте не связаны. Например, «Абажу», «Абакан», «Мне», «Говорить», «Сегодня». Эти слова между собой не связаны ни лексически, ни грамматически. В этом случае мы говорим «Вёрта». Проверочное слово «Das Wörter Buch» – «Книга слов». А слово «Ти ворте» мы употребляем тогда, когда эти слова между собой связаны. Другими словами это просто обычная речь. На третьем месте расположились слова «штиль» и «Ойг». Оба этих слова переводятся как «спокойный», но это не одно и то же. В русском языке есть специальная подсказка «На море – штиль», то есть море спокойно. Но все мы знаем, что спокойно оно только сверху. А внутри? Внутри оно очень сильно неспокойно. Рыбы, крабы, раки, акулы – там все плавают. То есть «штиль» – это поверхностное спокойствие. Если вы видите человека, который спокоен, но внутри у него всё горит, тогда вы говорите «эр стиль». Есть такое выражение в немецком «штиль вас за зин тиф». Если будем переводить это дословно, то получится «спокойные воды глубокие». Но в русском языке есть эквивалент «в тихом ум у течерки водятся». Поэтому вы теперь знаете, если вы употребляете такое слово как «штиль», вы имеете в виду «внешнее спокойствие». А что касается «оик» или «ойх», то это внутреннее спокойствие. Человек достиг нирваны, и поэтому вы говорите «эр ist ruhig». Есть такое выражение как «руйхплут». Про «руйхплут» – «сохраняйте спокойствие». Спокойно. «руйхплут». На четвёртом месте расположим такие слова как «verstehen» и «begreifen». Оба эти глагола мы переводим как «понимать». Но «begreifen» вы употребляете тогда, когда вы над этим очень сильно долго думаете. И вы не можете понять «почему так» или «эр так». И одним днём вы говорите «хуа, халилуя, ich habe es begreifen». «Наконец-то я это понял». И в этом случае вы употребляете «begreifen». То есть вы хотите показать вашему собеседнику, что «наконец-то вы до этого додумались», «наконец-то вы это поняли». А глагол «festehen» вы можете употреблять всегда. То есть вам не важно показать собеседнику, насколько быстро вы до этого додумались. Тогда вы просто говорите «ich habe es begreifen». «Egal». «Быстро», «коротко» или «festehen», «festehen» heißt es. На пятом месте расположим такие слова, как «das Mädchen» и «das Mädchen». Обратите внимание, «мädchen» во множенном числе будет также, меняем только артикль «te Mädchen», а «das Mädchen» во множенном числе будет «te Mädels». Да, как будто это английский язык. Ставим на качание «s». «Das Mädchen» вы можете употреблять всегда. Это нейтральный перевод слова «девочка», «девушка». И, кстати, когда немцы учат немецкий язык, они так не могут понять. Они говорят, что, в чем разница, ребята, что такое «das Mädchen», «das Mädchen». Почему в русском языке у вас два слова «девочка», «девушка» и «когда женщина» начинается? А вот «das Mädel» вы употребляете тогда, когда вам эта девочка очень миленькая. И вы говорите «Ах ты моя сладенькая, моя дзюсис Mädel». То есть эта девочка, девчушечка, очень хорошая девочка. Тогда вы говорите «das Mädel». Было дело, учительница заходила в класс и говорила «На мэтчен вас махбе». И тогда мы все боялись, мы думали, что настроение на сегодня потеряло. А если она заходила в класс и говорила на следующий день, например, «На мэтчен вас махбе». Можно было идти, отдыхать и можно было не делать домашние задания. На шестом месте расположим такие глаголы, как «фо пай комен» и «фо пай кенен». Обратите внимание, с таким управлением, как «пай тати». Переводятся они как «зайти к кому-то». «Фо пай комен бай тати» мы употребляем тогда, когда мы к кому-то заходим на огонек, на чаек, на пирожок, на печенюшку. И тогда мы говорим «Фо пай кенен бай тати». «Заходи-ка ко мне, мой дружочек». «Фо пай комен бай тати». Заходите на огонек, вас там ждут. А вот если уже вы говорите «фо пай кенен бай тати», то есть «кенен бай миа фо пай», это значит, что вы говорите с вашим врачом, либо с полицейским. То есть «никакого чая». Ну, вас там могут ждать, конечно. И чай вы можете, кстати, получить. Но это не то же самое, что прийти к другу. На седьмое место поставим такие слова, как «фюлен» и «шпюрен». В чем разница? Если вы употребляете глагол «фюлен», это значит, что речь идет о вашем здоровье. И вы говорите «их фюл мих гут» или «их фюл мих нить воль» или «их фюл мих шлехт». То есть вы говорите о вашем внутреннем состоянии, как о болезни или о здоровье. А если вы употребляете глагол «шпюрен», значит, вы чувствуете, что это медведь. Или, например, кто-то идет большими шагами, да так, что полы трясутся, а вы подпрыгиваете, и тогда вы говорите «Ишпюр инкомен». Глагол «шпехен» мы можем употреблять всегда, в любом контексте. А вот если вы употребляете слово «reden», это значит, что вы полностью осознаете, как вы грамматически и лексически связываете эти слова друг с другом. То есть вы понимаете каждое слово, каждую частицу того, что вы говорите. Например, попугай не может говорить, потому что он не понимает, что он делает. Но ведь он говорит «ir spricht», «aber er redet nicht». Или, например, знаю я три слова по-французски, «parler franzai», единственное, что я знаю. Но я не понимаю, что такое parler, что такое franzai, но я же «ich spreche französisch», «aber er redet nicht». На девятом месте расположим такие слова, как schon и bereits. Они переводятся как «уже», но они не одинаковые. bereits вы употребляете тогда, когда никто ничему не удивился. То есть все этого ожидали. То есть вы говорите «товары уже были доставлены». «te waren waren bereits geliefert». Никто не удивился, потому что в накладной было написано, что они доставлены. А schon вы употребляете тогда, когда кто-то чему-то удивляется. То есть вы говорите «ich habe schon gemacht» «schun». На десятом месте расположим такие слова, как «möglichkeit» und «gelegenheit». Оба эти слова переводятся как «возможность». В чем же разница? «Möglichkeit» вы употребляете тогда, когда у вас есть возможность что-то сделать. Например, сегодня, завтра, послезавтра. Например, у меня есть возможность учиться в этих институтах, в институтах всего мира. У меня есть возможность купить эту рубашку. А вот «gelegenheit» вы употребляете тогда, когда вы ограничены по времени. То есть сегодня до 9 часов скидки в этом магазине и у вас есть «anikulte geliegenheit etwas zu kaufen». И тогда вы бежите, и вы говорите «супер срочно надо мне туда добежать, у меня есть возможность быстренько купить». Это был мой личный топ 10 трудностей немецкого языка. Надеюсь, такой формат занятий вам понравится. Занятия рассчитаны для минимум B1, то есть для тех студентов, у которых есть минимум уровень B1, которым уже интересно отличие того слова от другого. И если вам понравился такой формат занятий, ставьте лайк, подписывайтесь и скоро увидимся. До новых встреч! До новых встреч!